Всех представителей знака Зодиака Рак я вновь рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер и в текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на май 2018 года. По традиции я выложу 6 позиций, которые вам покажут общую атмосферу месяца и расскажут о событиях, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карта будет вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад идет на общих основаниях, он для широкой аудитории, поэтому проиграться однозначно у всех он не может. Здесь необходимо еще многим учитывать асцидент своего знака, какой он у вас на данной карте. Ну и согласно асциденту еще просматривать Тороскоп. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения, и будем смотреть, о чем же нам говорят органы. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в сфере работы? Финансов, здоровья, личная жизнь и совет от карт. Итак, что же вас ожидает в общей атмосфере месяца? Так, перевернутая шестерка Пентакли. Ну, это знаете, какая самая по себе ситуация. Когда вам необходима будет чья-то помощь, чья-то поддержка? Возможно, словом, возможно, делом, возможно, финансами. То есть, например, тело или проект, за который вы беретесь, он требует чего-то соучастия. То есть не нужно все взваливать на свои хрупкие плечи. Заручитесь чьей-то поддержкой или помощью, потому что в текущем месяце вы его просто сами не вытянете. Ряд тех обязательств, которые на вас нависли, либо какие-то материальные аспекты, которые у вас будут проигрываться в этом месяце. То есть здесь необходимо воспользоваться помощью, либо поддержкой близких. Подумайте о себе. Вы ведь тоже нежелезные, либо нежелезные, да? И здесь необходимо думать и о своем здоровье. Что вас ожидает в плане работы? В плане работы у вас падает перевернутая девятка кубков. Это карта какого-то эмоционального раздрая. Не могу сказать, что разочарование. Здесь знаете, какая может накопиться ситуация? Вот по перевернутой шестерке Пентакли. Когда на вас навалится, например, куча работы, вы будете не успевать. То есть вот вам и требуется ситуация помощи. И это вносит какой-то свой раздрай. Когда вот столько работы навалилось, да что ж это такое. Когда вы ничего не успеваете, начинаете по этому поводу нервничать, злиться, раздражаться на других, сорваться на других. Потому что кубки – это эмоции. И у вас здесь ситуация именно не то, что неудовлетворения, а ситуация раздражения. Что все складывается либо не по вашему плану. Либо не так, как вам хотелось. Но вот судя по этим картам, здесь либо вы не будете укладываться в сроки, либо физически не будете успевать что-либо делать. Как отыграется для вас месяц с материальной точки зрения? Перевернутая семерка Пентакли. Но здесь еще, знаете, по вот этим вот картам, здесь может быть либо задержка прибыли, и, соответственно, у вас идет раздражение. Почему? Потому что проекты вы сдали в срок, а деньги получаете позже. Либо пока, скажем так, вложенные усилия на развитие своего дела, бизнеса, либо в целом какого-то проекта, не приносят вам своего труда. Ну, например, вы вложились в какое-то дело, но пока, скажем так, не то, что оно не рентабельно. Окупается оно не так быстро, как бы вам хотелось. То есть у вас горят сроки, у вас горят какие-то планы, немножечко, знаете, как вы сбиваетесь именно с сдачи каких-то своих проектов. И, соответственно, это будет бить по вашему эмоциональному состоянию. Что вас ожидает в плане здоровья? Давайте смотреть. Здесь у нас падает перевернутая шестерка кубков. Ну, вот, понимаете, вот эмоции у вас в мае месяце просто захлестнут, потому что перевернутая шестерка кубков – это в целом карта глубоких переживаний, чтобы, как я говорю, знаете, не ударить грязь лицом, а именно перед другими. И в целом, знаете, как я говорю, держать марку. Потому что перевернутая шестерка кубков – это все то, что, знаете, ну как, указывает на возвращение старых заболеваний. Это карта рецидивов. Но это связано с эмоциями, с вашими переживаниями. Иногда по этому аркану проходят инфекционные болезни, либо болезни сердца, но это гораздо реже. Что вас ожидает в плане личной жизни? Перевернутый маг. Ну, знаете, как вы можете стать жертвой манипулятора, либо жертвой обманщика. Особенно, если вы находитесь именно в партнерских отношениях. Объясню почему. Потому что вот здесь вот четко по арканам проигрывается, когда, знаете, как ваш партнер на ваши хрупкие плечи повесит все вот эти обязанности, весь перечень этих работ, которые вам необходимо будет разгребать самой, самостоятельно. И как следствие, вот эта вас вся ситуация будет угнетать, что как бы проект, например, какой-то, либо какое-то совместное дело, там семейный бизнес, вы задумали, например, вдвоем, как вариант, а тянете вы его одна, а у него позиция моя хата с краю. Соответственно, это вас будет очень сильно удручать. Если же вы одиноки, то это в целом может быть какое-то легкое, бесперспективное знакомство. Если же вы состоите в партнерских отношениях, как я вам уже сказала, это попытка партнера выехать на вас за счет того, что вы сами, знаете, как сами с усами, сами на подхвате. Если вы были в ситуации ссоры, либо любовного треугольника, то ситуация как бы тонко, можно сказать, подвиснет. Почему? Потому что партнер не захочет разорвать отношения и там, на той стороне, и с вами не захочет их разорвать. Будет, скажем так, морочить голову нескольким партнершам одновременно. Что вам советуют арканы? Здесь у нас падает перевернутая восьмерка жезлов. Отпустите ситуацию на самотек. Почему? Потому что вот если в прямом положении, это карта скорости, карта движения, и вот здесь, знаете, ну, как говорят карты, несмотря на скорость, всему свое время. Есть свой цикл. Вот если есть цикл, а, для того, чтобы яйца вылупились, появились птенцы, вот так и у вас всему свое время. Не подгоняйте ситуацию. Понятно, что всем хочется быстроты и действий, решения каких-то проблем, особенно связанных с работой и с материальным планом. Но, тем не менее, поверьте, вот то, что вы делаете, оно впоследствии даст вам результаты вашего труда. Но, скажем так, ваш проект, либо ваше дело еще не до конца созрело. Поэтому не спешите, не гоните лошадей. У вас все получится, но немного погодя. Можно просто переждать, скажем так, вот эту бурю в стакане. Вот такой вот у вас вышел прогноз на май месяц. Отписывайтесь, пожалуйста, как он у нас впоследствии отыгрывается или не отыгрывается. Я вам буду крайне признательна за комментарии, за вашу обратную связь. Для тех, кто хочет заказать индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!